Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и сегодня я хочу вам показать один крайне интересный баг, который произошел с одним из моих подписчиков. Он мне скинул реплей, за что ему естественно большое спасибо, но также ребята, важная информация, что этот реплей он скинул разрабам. Так скажем, оформил баг-репорт. Он их спросил, мол, что это за хрень вообще происходит, на что разработчики ему ответили, что да, это действительно баг, он известен и с ним в данный момент борются. А также пообещали, что он будет исправлен буквально вот в ближайших обновлениях. Лично я вот именно с таким типом багов не встречался, поскольку, ну сейчас вы поймете ребят почему, но встречался с подобными. Давайте посмотрим, что же собственно говоря произошло. Как вы видите, играет, да, человек на АМИС-50-100, карта Эрленберг, он едет, скажем так, на стандартную позицию для первичного отстрела по засвету. Занимает, ну подъезжает ближе, занимает стандартную позицию. Тут он не очень аккуратно, конечно, подвинул товарища и то, что у нашего героя, скажем так, голубой ник тоже о многом говорит, да, ну бывает и не такое. Видите, да, ПТ-шка обиделась, тоже его маленько подперла. Ну вот смотрите, выезжает ФВ-4202, да, также там Лео светится. Вот, Лео сейчас подставится, мой подписчик отстреливается в него два раза. Оба снаряда заходят абсолютно нормально, все окей, но вот дальше смотрите, что будет происходить. ФВ-шка вылазит, первый выстрел. Ну, кто-то скажет, попал в пушку, но не было никакого звукового сообщения. Второе попадание было в верхнюю часть верхнего бронелиста и тоже не было никакого оповещения. Видите, то есть снаряды как будто не долетают до танка. То есть хочу еще раз сказать, не было ни сообщений, ни пробил, или попадания, или что-либо такое. А оно должно быть, потому что попадание в танк-то было. Да, то, что ты не нанес урон, такое бывает, но еще раз говорю, если это было не пробитие, или какой-то там крит, попадание в орудие, игра об этом говорит обычно. Да, то есть не бывает такого, что просто снаряд, там даже было видно, как будто он не долетает. Давайте еще раз посмотрим. Лично я сам сталкивался с такой ситуацией, что снаряды пролетают сквозь там. То есть сквозь него и ударяются в землю за противником. Но здесь не такая ситуация. Смотрите, одна-вторая скорость. Вот, смотрите, да. Вылазит. То есть, да, он попал в пушку ему, но не было крита никакого. Дальше, смотрите, стреляет. Попадает ему под башню, опять-таки, никакого оповещения. Здесь нету. Далее, ФВ-шка сейчас снова вылезет. Обнаглевшая, видимо, решившая, что у него, я не знаю, ультра-броня какая-то, или что он непобедимый. Смотрите. Попадает в каток, но каток не снимается, да, и ничего не происходит. И последний выстрел прям четко в нижнюю часть башни, без всякого оповещения. Еще раз говорю, это никакие не читы там и тому подобное. То есть, причина, как пишут, по крайней мере, разрабы известна. То, что они там борются, ну, я надеюсь, что это так. По факту, говорю еще раз, я подобного не видел. То есть, были, еще раз говорю, случаи, когда снаряд пролетает сквозь танк и ударяется в землю. Но чтобы он не долетал, как бы, до врага, да, то есть, как будто бы он за полметра до танка просто исчезает. Такое вот ощущение, да, согласитесь. И это, если честно, ну, выглядит довольно странно. Просто вот, я лично про такое даже не слышал, да, и не сталкивался сам лично. Именно вот с таким типом бага. Посмотрим, исправит ли ВГ это. И в чем суть-то данного ролика, вы спросите, да. Ну, показал ты странный случай. Во-первых, чтобы, если с вами что-то такое произойдет, чтобы вы не пугались. То есть, ну, понятно, это косяк, еще раз говорю. Разрабы должны это исправлять, потому что, ну, человек просто, по сути, барабан в никуда отстрелял почти весь, да. Но, чтобы вы просто не пугались. И если с вами такое подобное произойдет, то вы теперь знаете, что делать. То есть, пишите в техподдержку, скидывайте свой реплей с таймингами, да, где это произошло. И, возможно, если много людей, да, с кем это происходит, будут скидывать такие репорты. Возможно, разрабы быстрее исправят данную проблему. А я надеюсь, говорю еще раз, что они все-таки ее исправят. И вот сейчас, смотрите, если мы сделаем нормальную скорость, то дальше все окей. То есть, как бы тут уже никаких проблем особых. Все нормально заходит. То есть, все в порядке. Вот такая вот, ребята, интересная ситуация. Пишите в комментариях, было ли с вами нечто подобное. Я уже сказал, что со мной именно такого не было. Было только... Ну, были другие случаи попаданий без урона. Да, и без попаданий, без попаданий, я бы даже так сказал. Всем вам спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Если было интересно, подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok